Директор турагентства Алина Трещанин внимательно изучает инструкции, которые весь день приходят от туроператоров. Больше всего новость о том, что авиасообщение с Турцией снова закрыто, расстроила тех, кто успел приобрести путевку по раннему бронированию. Ну все реагируют по-разному. Кто-то требует прямо сейчас денег, кто-то спрашивает, когда будет перебронь, на какие даты это возможно. Некоторые туроператоры уже прислали условия перебронирования. В списке стран, которые попали под запрет, помимо Турции, оказалась и получившая сравнительно недавно популярность Танзания. По сообщению российского оперштаба по борьбе с COVID-19, такое решение было принято из-за роста числа заболевших на территориях этих государств. По последним данным, на Анталийском побережье сейчас находится порядка 30 тысяч российских туристов. Они смогут продолжить свой отдых и вернуться на родину даже после приостановки чартерных рейсов. Им повезло, скажем так, они отдохнут полностью и их будут вывозить из Турции пока в соответствии с графиком. Если будет что-то меняться, им непосредственно гид на месте уже сообщит. А так они отдыхают и прилетят теми же чартерами, просто за ними будут отправлены пустые, скорее всего, самолеты. Для тех, кто забронировал туры на теперь уже неудобные даты, туроператоры предлагают несколько вариантов решения проблемы. Первый – перенос туры на период с 1 октября 2021 года по 31 мая 2022. В этом случае стоимость путевки не изменится и сохранятся все ранее выбранные параметры. Страна, отель, условия размещения и перелета. Второй вариант – перенос денежных средств с аннулированного тура на любые даты и открытые направления. Это, допустим, Сочи или Крым. Также у некоторых операторов есть Кипры, Самары и Эмираты. Или можно перебронироваться по ценам сайта с 1 июня на ту же самую Турцию, просто с доплатой. Так как май и апрель месяц, конечно же, они дешевле, чем июнь, июль, июль, июль. Впрочем, жители Самарок при остановке чартерных рейсов в Турцию и Танзанию отнеслись по-разному. Я не понимаю, почему так. И, по-моему, очень много людей этим очень недовольно, потому что все уже навострили, так сказать, ушки туда полететь, отдохнуть, потому что сколько можно. Уже и так границы были закрыты. Вы знаете, я люблю путешествовать, но я еще во многих местах в России не была, поэтому я хочу попутешествовать по России. И на теплоходе в этом году плыву вот в мае. Я считаю, что люди должны думать о своем здоровье, о своих близких, родных и переносить туда-сюда инфекцию. Сейчас нет острой необходимости, ничего страшного, отдохнем в России. Тем временем колоссальные убытки из-за решения приостановить чартер несут не только туристы. Спрос на Турцию, отмечает турагент, упал даже на более поздние даты – август, сентябрь и октябрь. Люди боятся покупать кота в мешке и вновь потерять деньги, рассказывает менеджер Анастасия Коломыкова. Она сама должна была лететь на днях за границу в командировку по работе. Мы, конечно же, в шоке, как и все туисты наши, расстроены, что не сможем посмотреть. Я должна была лететь именно в Марморис, а я его как раз не посмотрела. Также мы потеряли эту поездку. Пока туристы и агенты находятся в раздумьях. Менять путевки на поздние даты или доплачивать за более дорогие отели люди не хотят, отмечает в турфирмах. Возможно, в ближайшее время рост туризмом и ведущими туроператорами будут найдены новые, альтернативные варианты, которые смогут устроить все пострадавшие стороны. Ольга Павловна, Василий Колдашов. События.